Здравствуйте! Это «Время говорить» и я, Алена Новченкова. Сегодня у нас в гостях дуэт «Сунька». Эти ребята прославились после того, как выступили на канале ТНТ в Камеди Баттли. И сегодня мы поговорим именно об этом. У нас в гостях Михаил Лаубер и Руслан Гасанов. Здравствуйте, ребята. И мой первый вопрос. Ребята, расскажите, как вы вообще попали на Камеди Баттл? Ну, это была давняя детская мечта. Так сказать, не детская, а с пятого класса. Мы мечтали попасть туда, пройти там кастинг. Ходили до этого еще на один кастинг, но будучи еще незрелыми юмористами. В классе пятом, наверное. Да, на кастинге нам, естественно, сказали нет. Но позже мы решили пойти уже на кастинг именно на Камеди Баттла. Пришли, показали и очень были рады, что нам сказали. Очень хорошо, приезжайте к нам, мы вас ждем. А там условия очень хорошие, все оплачивают. То есть дает тебе шанс проявить в более высоком уровне, где юмор другой. Во-первых, из-за географической расположенности юмор более западный. Проверить его там. Да еще и уровень телевизионного юмора намного выше всегда, чем выступаешь на местном. Ребята, этот кастинг он проходил во Владивостоке? Да. Сколько примерно команд было? Как вообще проходил этот кастинг? Сколько там было примерно? Ну, около, наверное, 150. В Владивостоке? Да-да-да. Ого, около 150. Да-да-да, разных там участников. Ну, всего там было 150 человек различных. Ну, мы приходили, когда регистрировались. Там была какая-то комната отдельная, звуконепроницаемая. Там тоже была съемка, потому что кастинги они тоже снимают. Мы проходим, на нас одевают гарнитуру. Мы проходим на центр зала, показываем. А с каким номером вы там выступали? С книжкой. Ну, с книжкой, да, с азбукой. Да-да-да. А кто, собственно, был в качестве жюри? Там на кастинге Константин Обухов. Это креативный продюсер. Креативный продюсер Comedy Battle. Когда-то он играл в такой команде КВН, которая называется Станция Спортивная. Была такая. Потом там человек, которого зовут Армен, второй креативный продюсер. И все. Остальное только съемочная группа, куча техники, потому что у них кастинги – это как первый этап съемки. Проект начинается с кастинга. То есть много материала, видео попадает из кастинга. Да, в эфирах часто есть нарезки. Ребят, когда вам сообщили, что вы прошли кастинги, что вы почувствовали в этот момент? Ну, там проходит сначала пять человек показывает все, выходит, потом они всех пятерых зазывают туда и говорят, кто да, кто нет и кто в режиме ожидания. У них еще есть такой режим ожидания. Это такой режим, то, что вам сказали в режиме ожидания. И могут вам позвонить прямо вот перед самым началом проекта. Позвонить и сказать, что нет, вы там нам все-таки нужны. Но мы, когда вышли, вот там с нами еще было четыре дуэта, нам сказали просто одним. Вы прям да. И все. И мы там обниматься, радоваться. Ну, как всегда. Ребята, как вы думаете, в чем, скажем так, ваша фишка? Почему выбрали именно вас? Мне кажется, скорее всего, географическое расположение. Плюс еще наш юмор был связан с Китаем. На Западе это все ново. То есть даже продюсеры просили нас больше шутить об этом, потому что там от них это далеко находится. Китай, как бы во Владивостоке Китай, все вот эти китайские штучки. Мы к ним уже привыкли, они у нас замылились. А там это считается необычное и смешно. Ну и плюс мы показывали эту говорящую азбуку. И как нам даже сказал Семен Слепаков, такого юмора еще не было в комедий-баттле. Это им было интересно. Поэтому сказали, да. Ребят, а вы целенаправленно решили, скажем так, Суньку сделать своей фишкой или вы вот просто так вот решили попробовать и оно вот получилось? Нет, ну как? Вообще в школе когда-то мы думали над названием первой школьной команды КВН нашей. И тогда у нас был руководитель, ныне наш очень хороший друг, который просто сказал, а давайте назовем команду Суйфунхэ. Нет, там даже не так было. Он пришел и сказал, вы называетесь Суйфунхэ. Да. Мы говорим, почему? Потому что у вас школа с китайским уклоном. Да, вот у нас была китайская школа. Название команды закрепилось. Какое-то время мы играли с названием Суйфунхэ. Потом, когда выпустили со школы, решили просто какую-то новацию произвести. У нас изменился состав. Оттуда ушла одна девочка и нам пришлось сменить название. Мы назвались Сунькой. Сунькой назвались. Ну естественно, когда пошли туда, дуэт символический, другого названия мы не могли просто даже придумать. Да, нам еще на самом деле кастик организовывали наши друзья в Владивостоке, и когда я пришел регистрироваться, я там был один, меня спросили, как назвать дуэт. Мне первое, что пришло в голову, это Сунька. Я особо даже не думал об этом. Тем более, выигрываем с таким названием. Но сейчас я предлагаю посмотреть то самое видео, с которым, собственно, команда Сунька выступала на комедии баттли. Внимание на экран. Дуэт Сунька. Город Владивосток. Это самое смешное в этом названии, то, что вы дуэт, ребят. Ну все-таки в Москву поехали, давай Сунька назовемся, порвем там вообще. По-моему, это в поезде произойдет. А почему такое название? Да это город такой, китайский. Возле Владивостока, да. А, у вас во Владивостоке город такой, китайский. А, это провинция Суньхуньфэ, да? Да, вот, правильно. Все, все, отлично. Я знаю. Суньхуньфэ. У меня оттуда поставки идут, да. Фарфора. Маразмы? А, фарфора. Ребят, из Владивостока дальний путь. Ради чего вы отправлялись сюда? Вот это самое интересное, что движет людьми, которые приезжают из Владивостока в Москву, а у них нет ни юмора, ни выступления неподготовленные, и смелости даже нет в этом признаться. Ну, может, у ребят есть юмор. Подожди, разрушай их психоэмоциональное равновесие. Столько ехали, пусть еще чуть-чуть потерпит, Семен. Ребята, которые живут на границе. Ну, серьезно, приготовили хорошее шло-то. А что? Номер. Так, давайте поаплодируем, ребята. Ребята хорошие, на самом деле. Ребята, удачи вам. Друзья, мы приехали с Владивостока, и с нами очень близко, как вы уже поняли, находится замечательная страна Китай. И оттуда во Владивосток водится очень много удивительных вещей. Поэтому такая ситуация могла легко произойти в абсолютно любом игрушечном магазине нашего города. Здравствуйте, что вы мне продали? Что это такое? Что вас не устраивает? Это обычная китайская говорящая азбука. Вот именно, что китайская. Что это такое? Б. Баран. Ну что, барашек бекает, все правильно. Ладно, барашек бекает, все правильно. Что дальше происходит, я вообще не понимаю. Вот скажите, вы когда-нибудь слышали, как растут грибы? Нет. Слушайте. Г. Гриб. Так, хорошо, допустим дальше. Е. Велика. Ё. Ё. Так, что тут не так? Да вы понимаете, что ни один нормальный русский ребенок не захочет ехать в Китай. Потому что будет думать, что там музыкальные ягоды и громко дышащие ежи. Так, хорошо, давайте дальше. К. Кот. Так, ну что тут не так? Кошка мяукает. Кошка мяукает, все правильно. Это что? П. Павлин. Следующая буква И. Игрушки. Слушайте, вот у меня в детстве не было таких игрушек. Может быть, они у вас были? И. Игрушки. А? Играли в детстве с колоколами? Так, все, давайте дальше. А. Автобус. Почему А? Автобус. Почему не всем нам привычный с детства арбуз? Ну, а как вы себе представляете звук арбуза? То есть звук радуги вы себе представляете? Радуга. А звук арбуза нет. Так, все, давайте дальше. М. Носорог. Кто там? Так, хватит, давайте дальше. Э. Эхо. 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 Так, я вас понял, вы хотите вернуть книгу? Да нет, пойду подарю брату, пусть хоть поржет. Ребят, скажите, пожалуйста, что осталось за кадром? Расскажите какие-нибудь самые яркие, интересные моменты. Как это вообще? За кадром? Ну, там за кадром остается удобство этого проекта. Все спланировано. Там выделяется очень большое финансирование на этот проект, потому что у этого проекта большие рейтинги. Вообще с западными, там, сравнивая телепередачами, там, получается, у них по рейтингам что-то около трети россиян от 12 до 40 лет смотрят эту передачу. Поэтому они ее очень сильно спонсируют. Постоянно они выделяют какую-то локацию, либо гостиницу, либо, как на полуфинале у нас был, дом отдыха. Дом отдыха у нас был номер, он таким размером, как квартира, чтобы мы просто жили в комфортных условиях. Все, чем мы занимались, это создание юмора, чтобы было хорошо. Все, чтобы мы не думали ни о каких других вопросах, ни когда ехать, ни когда лететь, ни где взять денег. Все эти вопросы берет на себя компания. Наша задача просто выступать и все. То есть они полностью абсолютно все оплачивают? И питание, и проживание? Да, и перелет. И перелет. Все полностью оплачено. И, то есть, это как и на отборе, так же, в принципе, это и на полуфинале, ну, естественно, и дальше, да? Да, 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 конечно. Ребят, а чем вам пришлось пожертвовать, чтобы поехать на съемки в Москву? Ничем. Ну, я... Может быть, учеба, например. Ну, учеба, да. Ну, учеба особо не жертвует никогда. Ну, извините меня, меня не показывают по телевизору, когда я учусь. Поэтому, как выбор очевиден. Ну, учеба – это такая понятная жертва. Ну, то есть, пришлось на некоторое время, собственно, прекратить поход на пары в университет, да? Ну, да, на месяц. Ну, если в первый раз, месяц в первый раз, месяц в второй раз. Ну, если учесть, что у нас есть такое, как бы, желание, пока мечта связать с этим и в будущую профессиональную деятельность, именно с этим направлением, то, то есть, пропуск учебы – нормально все. Так бы, юмор мне ближе, чем социальная работа. Ребята, а на кого вы вообще учитесь? Социальная работа. Социальная работа, да? Я на мировой экономике учусь. А почему не какая-то такая творческая профессия у себя выбрали? Ну, потому что таких нет. Да, какую? Ну, я не знаю, например, там, журналистика, скажем. Или любая другая. Да вот мы себе выбрали творческую, мы в Comedy Battle слетали. Я сильно выбрала. Ребята, вы говорите, что съемки проходили месяц, да? Или пришлось на месяц улететь из Лоди-Воскорда? Да, да, да. А почему он так долго? Нет, там не съемки месяц проходят, там идет подготовка. Вообще съемки идут, ну, допустим, у нас шли, три дня снимали полуфинал, и один день снимали финал, вот второй раз, когда мы летали. Все остальное, мы там жили, мы готовились, у нас каждый день редактура. Мы входим к креативным продюсерам, показываем свой материал, он говорит, что хорошо, что плохо, что нужно переделывать. Мы переделаем, мы пять приносим. Дают различные советы, то есть каждое выступление, оно выкраивается, и там, допустим, некоторые участники, которые приезжают, у них не получилось к нужному, ну, к моменту съемок подготовить достойное выступление, их могут вообще, то есть до эфира не допустить. Потом у нас есть генеральный просмотр у генерального продюсера Comedy Battle, Вячеслава Досмухамедова, мы просматриваемся у него, это уже все финальная точка. Человек-продюсер таких проектов, как интерны, счастливы вместе, всего, что на ТНТ происходит, да. Ну вот, а потом на следующий день мы едем в главкино, нас там гримируют, примеряют на нас одежду, мы выходим, нам говорят, подходит эта одежда или нет, потому что там какие-то определенные есть критерии, у них там синие декорации, то есть нам нельзя быть в синем, допустим. Вот они нам говорят, да, нет. Или в белом. Или в белом. А одежду тоже выдают? Да, там все, там гримеры, костюмеры. Все выдают, да. То есть уровень очень высокий. Вы были этим поражены? Да, вообще, до этого, конечно, вы не были никогда. Вы до этого играли в КВ, нас там не одевали и не гримеровали. Но рассказывают те люди, там были на проекте, ребята, которые давно занимаются этим, ездят по кастингам, по съемкам, они говорили, что вот до этого был вместо Comedy Battle проект «Смех без правил», что там организация совсем другая была. Это они сейчас поменяли, поэтому так там хорошо. Рассказывали, что могли позвонить в 6 утра и сказать, что вы должны прийти на редактуру. Ну, плюс самое классное, что там о каждом, то есть человеке заботится. То есть никто там не берет на себя такую задачу, чтобы, допустим, человек в эфире выглядел плохо. То есть там, наоборот, задача, чтобы он в эфире выглядел максимально хорошо. То есть там и монтаж из этого исходит, и все. Вот, там, поэтому на этом проекте, даже с экрана, когда смотришь, а когда там побываешь, там энергетика такая очень позитивная, там прям заряжает. Там еще есть такой обычай, перед мотором, в котором выступают участники перед съемками, все выходят на сцену, и все остальные участники, которые сидят в зале, они хлопают, играет громкая музыка, и все веселятся, максимально расслабляются. Вот, так же и Павел Воля перед самым мотором, перед выступлениями выходит и дает советы, говорит, что делать. В плане того, как обращаться с микрофоном, да, или шутки шутить? Нет, нет, это говорят там специально обученные люди, различные техники. Он говорит именно такое, за жизнь, он говорит, ребята, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, да, не смотрите в пол, всегда улыбайтесь. Говорите громко, чтобы не упасть, и все, различные. Там стоит специальный человек, который подбадривает конкретно эмоционально, у него в этом заключается работа. То есть перед выходом на сцену он просто подходит, желает удачи, обнимает, жмет руки, говорит, все, ребята, у вас уходит. Да, или к нему можешь, он, то есть тебе неизвестный человек, ты можешь к нему подойти, сказать, у меня такие-то проблемы, он будет с тобой об этом разговаривать до самого выступления. Вот такая работа. Ну, причем не особо это неизвестный человек, он тоже из станции спортивной, с высшей лиги КВ. Да. Ну вот. Ребят, а вот если говорить все-таки, да, об этой позитивной энергетике, такая же позитивная энергетика среди участников? Как вообще участники, оппоненты друг к другу относятся? Да, там хорошо все относятся, там нет никакой вражды. Конкуренция, если есть, она понятна, но она никак не выражается, там все друг друга поддерживают. Да, то есть там изначально мы, когда были на первом этапе, приезжали на съемки, там чувствовался такой небольшой негатив среди участников. Когда остались одни полуфиналисты, такого уже как бы не было. Потому что все, то есть там каждый работает на себя, даже генеральный продюсер один раз мы застали, когда он выходил и говорил, что вы забудьте о том, как соревноваться между друг другом. Вы каждый, ну, типа каждый из вас это отдельный проект, вы должны работать только на себя, ни с кем вы не соревнуетесь. Хоть по телевизору это выглядит как соревнование, каждый как один выступает. Ну, вы успели приобрести какие-то знакомства, связи, скажем так? Да, конечно. Знакомства и связи? Да, связи нет. Знакомства, ну да, конечно, а как невозможно, мне кажется, ни с кем не познакомиться, когда ты там живешь со всеми в одном. Но сейчас вы поддерживаете связь с какими-то участниками? Кстати, вот если говорить о выступлениях, да, кто больше всех вам запомнился? Из Comedy Battle кто выступал? Мне лично это победители сезона этого, это дуэт Да и Сас и Губин, два дуэта, вот, но они прям очень... Да мне очень многие, мне очень многие запомнились. Там очень было много крутых выступлений, я вот поддерживаю отношения, там был такой дуэт Лида, мне эти девочки тоже очень нравились. Еще с первого, когда я даже не был с ними знаком, просто я увидел их выступление в первом туре, мне тогда уже это понравилось. А судейство в Comedy Club, оно объективное? Да, конечно. Абсолютно объективно. А если там ты смешно выступаешь, ты, ну, то есть хороший артист или хороший актер, то они... Один основной критерий, надо быть смешным. Да. Все, ты смешной, ты молодец. Если ты, ну, бывает, ты смешной, но не дотягиваешь до того уровня, которого ждут в Comedy Club. Ну, главный приз Comedy Club, ты не дотягиваешь до этого уровня. Да, они же ищут, как бы, уже человека готового, который там, если он победил, то есть за время проекта развился настолько, что он уже может просто вот выиграть, ну, его сделали победителем проекта. И тут же вот у них обычно в феврале съемки Comedy Club, и тут же уже в этих съемках принять участие. То есть выступить и все. Либо в плане автора, чтобы он был сразу хорош, убедил настолько, чтобы он уже попал в эту авторскую группу Comedy Club Production, что является очень престижным. Что еще вот изменилось в этом сезоне, в отличие от предыдущего? В этот раз брали не только резидентов Comedy Club, то есть вообще, чем отличается от предыдущего? Во-первых, победителя два, два дуэта. В финале многим давали еще какие-то, можно назвать их призами. То есть там был Рамис, которому сказали то, что он может выступить на Юрмальском фестивале Comedy Club. Ему дали такую возможность, потому что у него было крутое выступление, но он не претендовал на 500 тысяч и на победу в Comedy Club. Такой же приз дали еще, по-моему, там был участник Илья Акселерот. Там давали какие-то призы, даже люди не доходили до финала, им просто говорили еще на стадии полуфинала. Вот вы сформировавшийся юморист, все, приходите к нам в Comedy, проверите там ваши силы. Так же брали в авторство и еще так брали кого-то. Ну а сейчас короткая реклама, не переключайтесь. Ребята, ну а как вы сами оцениваете свое участие в Comedy Club? Ой, Comedy Battle, простите. Оговорочка по Фрейду. В Comedy Battle? Ну, очень хорошем. Ну то есть для нас была уже задача, так сказать, максимум, это пройти в полуфинал. Ну, когда мы смотрели этот проект, сейчас для нас, ну, видение его вообще поменялось, в принципе. Но до этого у нас видение такое было, если ты даже просто выступил на этой сцене, даже тебя скинули, это уже круто бы было для нас. Так мы прошли в полуфинал, то есть нам еще и сказали там что-то хорошее, эти люди, которые там вообще гении. Еще и в полуфинале выступили, еще и в импровизацию на самом деле. Да, 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 то есть мы прошли полностью две передачи, и еще в конце передачи нам сказали, ребята, мы будем вас ждать на следующий год. Это для нас было всегда, ну то есть очень хорошо. А вы поедете? Мы пока решаем, думаем. Просто кастингов в Владивостоке нет в этом году и проблематично. А проблематично в том смысле, что нужно будет самим добираться, самим там жить? Да, ехать, да. Ну, точнее жить там я не знаю на сколько, но вот на день точно надо будет в Москву улететь. Для чего? Для того, чтобы выступить или пройти? Кастинг, 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 чтобы, да. Ребят, ну если говорить о каких-то, скажем так, кумирах, есть ли среди участников комедия клаба для вас кумиры? Конечно. Для меня Мартиросян. Для меня Харламов, Светлаков, Мартиросян, все вот они. А вы как-то пытаетесь им подражать или вот идете стройку по своему стилю? Не знаю. Да я не знаю, как им можно подражать. Ну, эти люди, те, кто говорят наоборот, найдите что-то свое. Да. Они, то есть, ну, не любители того, чтобы в юморе что-то повторялось. Что касается Мартиросян, он вообще всегда что-то новое ищет. То есть, он тот человек, благодаря которому комедий клаб, в принципе, живет. То есть, он для него ищет различные новые формы и что-то еще. Так что, там удивить чем-то, что было, уже не удивишь. Надо чем-то своим. Либо какой-то другой актерской игрой, либо каким-то другим юмором, либо каким-то взглядом на жизнь другим. Либо просто очень смешным, качественным текстом. Да. Ребят, ну, если вы поедете в следующий раз на комедий-баттл, чем будете удивлять? Это даже сложный вопрос сейчас. Но, мне кажется, скорее всего, коли там нам говорили про это, скорее всего, будет юмор связанный с Дальним Востоком, то, что Китай и прочее рядом. Грубо говоря, будете толкать свою тему, да? Да. Ну, попробуем, по крайней мере. Попробуем так сделать, как большинство. Ну, там, в принципе, большинство людей, которые там находились, вот они там с прошлого сезона еще комедий-баттла, они, то есть, не меняются. То есть, есть то, что вот от них хотят, они это и делают. Все. То есть, мне кажется, что перемены там не та вещь, которая необходима. Это та вещь, которая может вообще в крест поставить. Ребят, ну, для вас это серьезная цель, вот попасть, собственно, допустим, в Камеди Клаб или вот как получится, так получится? Вообще, там хорошо попасть просто в организацию Камеди Клаб Продакшн. Это организация, которая занимается полностью каналом ТНТ. Все проекты, все сериалы и прочее. То есть, попасть туда в авторскую группу и разное. Вообще, в принципе, в эту организацию попасть. То есть, быть настолько там интересным, не знаю, показать себя, чтобы тебя туда пригласили. А я в Камеди Клаб хочу. Но вот USB-группа, которая есть, вот эти КВНщики из команды Максимум, они изначально попали в Камеди Клаб как авторская группа. Они, получается, несколько лет там писали, работали, работали. В итоге они написали вот эту группу USB и сейчас выступают в Камеди Клабе. То есть, там путь развития, об этом они неоднократно на съемках рассказывали и Мартиросян, и Воля про то, как путь развития и попадание в Камеди Клаб, что это все там, а вся эта огромная система, это и есть Камеди Клаб. Есть куча людей, которые не попадают в эфир. Ну, то есть, Камеди Клаба. Вообще, на самом деле, шоу это длится очень долго, съемки. И там много номеров и много еще ребят. Вот, вот так. Ребят, ну вы знаете, что помимо вас на Камеди Баттл ездили и еще Владивостокские шоумены. Мы об этом знаем, да. Эдвин и Дмитрий. Собственно, вы смотрели это выступление и как его оцениваете? Как вы вообще относитесь к творчеству этих ребят? Эдвин и Дмитрий? Да. Ну, они хорошие ребята. Да, молодцы, хорошо выступили, мне понравилось. Да, но они выступали только в первом этапе. Да, мы ездили не с ними. Да. Я знаю, что да, мы не с ними. Во второй этап они не ездили, потому что они работают. То есть у них здесь агентство. Вот, люди работают. Да, да. И сейчас они там открыли еще что-то там. С нами еще один дуэт ездит в Владивостоке. В общем, молодцы. Кто? Дуэт Журбей называется. Они ездили, мы с ними жили вот в этом большой квартире, которая они что-то называют номером. Три дуэта из Владивостока вообще пригласили в полуфинал. И они не попали никак, да? Ну, они нет, не выступали, их просто скинули, они не дошли до импровизации. То есть там есть это в какой-то передаче момент, где они падают. Ребята, ну когда вы ехали на съемки Камеди Баттла, хотели ли вы переплюнуть того же, допустим, Мэдвина и Дмитрия и тех ребят, которые ехали с вами? Бывали такая задача? Ну, в сумме. Зачем? Задача кого-то переплюнуть, да нет, конечно. У нас задача была одна. Это то есть попытаться попасть в финал. Если то есть не попасть в финал, то пройти полностью программу, чтобы хоть не стыдно было. А в итоге так и получилось, вообще не стыдно, да? Хорошо. Ребята, ну что у вас было до этого, до съемок Камеди Баттла? Где вы выступали, сколько лет посвятили юмору? КВН? Мы играли в школьной лиге КВН 5 лет. Потом мы играли год студенческой лиге. Мы вот уже с Унькой. И потом, а и потом мы полетели на Камеди Баттл. Такая короткая жизнь. Шесть лет у нас. Ну, именно КВН около шести лет. Ребята, как вы думаете, вообще юмор во Владивостоке находится на высоком уровне? Нет. Нет? Абсолютно. Ну как, нет. В мое мнение, что на очень хорошем уровне находится. Просто проблема в том, что география, мы слишком далеко от Запада. На Западе там у них по-другому все. Вообще люди там по-другому мыслят, у них другое. Вообще, мне кажется, чтобы юмор находился на высоком уровне, КВН именно, команды должны как минимум куда-то летать, где-то играть. Для этого они должны летать в Сочи. Чтобы там им говорили, куда они должны летать и где они должны играть. Но в Сочи для нас ехать это дорого. И поэтому команды крайне редко бывают в Сочи. И вот поэтому у нас подкладывается такая ситуация. Ну, в принципе, если бы мы находились чуть-чуть поближе к Западу, то у нас бы развитие, конечно, другое было. Да, в принципе, у нас на самом деле много, очень много талантливых исполнителей, именно там актеров различных, очень много во Владивостоке, там в различных лигах КВН. Просто проблема в том, что там, допустим, сам юмор, именно шутки, могут там по их меркам, по телевизиону, то есть не дотягивать. Мы тоже очень много показывали, прежде чем у нас оставались выступления, которые вот именно нам показывать. Там и нам тоже говорили, это не то, ребят, это не то, это не так. Да, то есть мы очень много им демонстрировали. В итоге, когда мы прислушались, начали показывать то, что от нас просят, нам стало проще работать. То есть мы показывали про Китай, и нам просто говорят, вот здесь про Китай лучше сказать вот так, потому что так будет смешнее нам, ну, всем людям, которые будут смотреть телевизор. Мы говорили, ну, хорошо, тогда, ну, вот. Ребят, а после съемок в Comedy Battle у вас как-то индекс популярности во Владивостоке возрос, и как вообще люди отреагировали, когда вы сюда приехали? Мало не может быть, кто так автограф брал, выражал... Ну, когда я вообще как-то склонялся к этому мнению, что Владивостоке мало смотрят Comedy Battle, я не знаю почему, ну, как-то правда. Я, допустим, могу с Мишей обсудить каких-нибудь участников, которые там были, еще когда мы туда не летали, а с кем-нибудь другим не могу, потому что они даже не знают, кто там. И когда я прилетел, ну, не знаю, мне кажется, никто этого и не знал, ну, после эфира, разумеется, никто этого и не видел. Ко мне подошел один раз человек и просил со мной сфотографироваться, я искренне этому удивился, а потом выяснилось, что он не с Владивостока, и все стало на свидетельство. Вот. Не, ну, я в одной только вещи ощутил такой небольшой индекс популярности, когда в какой-то группе ВКонтакте новость с нашим видео выступлением. Да, и там этот, много лайков было, да. Дурное обсуждение, вообще дикий ажиотаж. Дурное обсуждение различное. Что люди говорили, как воспринимали? Негативно высказывались, позитивно, по-разному все. Ну, большинство, конечно, говорили, что, о, молодцы, все дела, но были те, кто говорили всякие, так сказать, негативные, но глупости. Люди, которые... Да, и вот это вот первое выступление у нас было с азбукой, там азбука все сделала за них, вообще не актерской игры, никаких дополнительных шуток, все сделала азбука. Вот такие вот мнения были. Как вы относитесь к таким вообще мнениям и к критике? Я не знаю, мне прикольно. Ну, что-то там обсуждают. Руслан смеется, я нейтрально, я просто смотрю, ну, ладно, ну что. Ребята, а как, допустим, коллеги, скажем так, по юмору отнеслись к вашему выступлению на комедии баттле? Не, они все положительно, ну, то есть большинство вообще на самом деле как бы не сильно верили, что вообще, в принципе, кто-то из Владивостока как-то будет так двигаться, но все как только первое выступление. Во-первых, мы заранее сказали еще, съемки были задолго до нашего эфира, потому что нас показывали в самом конце первого тура. Мы позвонили, когда сказали, что все, мы типа в полуфинале выступили хорошо, ни одной там лампочки, этой красной сцены не поднималась, не шаталась, только сказали все хорошо. И все, и все так сразу, ух, молодцы. Все дела. Вообще, мне кажется, что если бы на кастинг приходили больше вот именно КВНщиков, ну вот, которые такие хорошие КВНщики на уровне нашего города, там гораздо больше бы юнитов полетело в Москву. Там, я не знаю, ну просто правда на кастинге было очень много людей, которые просто смотрят комедий баттл и думают, о, было бы круто пойти и попробовать свои силы. Вот, туда приходили мало таких вот прям уже творческих единиц, которые долгие годы играют. Опытных, опытных, да. Ребят, ну, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Скажите, пожалуйста, напоследок, где можно посмотреть ваше выступление? Может быть, какие-то будут ближайшие КВНы? Наше ближайшее выступление? Так, ну смотрите. Будет лига КВН ДВФУ 21-28 февраля. Да, только мы там уже играем не с Унькой, мы играем там за другие команды, ну так сложилось. Да, ладно. А, а, еще будет школьная лига КВН. Да, я всех туда приглашаю, и мы там, к сожалению, не будем выступать. Я ее ведущий, да, приходите все. Сейчас, подожди, это нифига себе можно прорекламировать, даже не знал об этом. Так, это, получается, 7 февраля 82-й школе в актовом зале. Начало в 16.00. В 16.00. Ребят, ну, а на канале ТНТ мы вас еще увидим? Мы очень на это надеемся. Мы сами на это надеемся. Не, ну, бывают повторы, показывают комедий батл, можно нас увидеть в повторах. Ребят, ну, желаю вам удачи и появления на канале ТНТ и дальнейших продвижений в комедий баттле. Спасибо, что пришли. До свидания. Спасибо большое вам. До свидания. Это было «Время говорить». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова